Ярким событием в культурной жизни Славянского района стал 60-летний юбилей детской школы искусств имени Григория Пономаренко. За 6 десятилетий коллективом школы был пройден большой путь, наполненный творческими достижениями. Им есть кем и чем гордиться. Смотрите наш репортаж с торжественного мероприятия, посвященного юбилею школы искусств. Без школы искусств, которая носит имя известного кубанского композитора Григория Пономаренко, трудно, а пожалуй невозможно представить наш город. Это удивительный очаг культуры, где всегда горит огонь настоящего творчества и живет любовь к искусству, очень важен и необходим славянцам. В 1962 году была открыта Славянская детская музыкальная школа. С тех пор очень многое изменилось, но неизменным остается главное – самоотверженное служение сотрудников школы миру искусств. Начиналась история школы с шести педагогов. За эти годы, за 60 лет мы достигли очень весомых, очень значимых результатов. Коллектив школы на сегодняшний день – это 60 сотрудников, это очень профессиональные преподаватели, очень высоко организованы профессиональные концертмейстеры и сотрудники, которые также делают все для того, чтобы школа наша оставалась лучшей, чтобы она давала хорошие показатели в крае. На сегодняшний день, ну, можно смело сказать, что мы входим в десятку лучших школ края. За 60-летнюю историю школу окончили тысячи выпускников, многие из которых в дальнейшем связали свою жизнь с музыкальным искусством. И совсем не случайно это образовательное учреждение носит имя прославленного кубанского композитора. Композитор песни Григорий Федорович Пинамаренко – это действительно огромный пласт культурной жизни нашего края, нашей страны. Его песни знают, его песни считаются народными. И когда мы были удостоены этого имени наряду с другими школами края, это была очень почетная миссия. Мы достойно пропагандируем его творчество. Наши дети исполняют песни под его музыку. Заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко поздравил педагогический коллектив школы искусств с юбилеем, отметив, что практически все преподаватели – это выпускники школы, которые получили специальное образование и успешно работают на НИВе культурного просвещения. Высококвалифицированные, требовательные и ответственные педагогические работники все время на протяжении разных этапов становления и развития данной школы были в кадровом составе. Школа искусств не ограничивается только рамками нашего города. Она имеет свои подведомственные филиалы, пусть это не филиальная сеть, но те учреждения, которые Майя Алексеевна со своими коллегами контролирует и развивает на территории сельских поселений. Мы с удовольствием можем говорить, что у нас такие же полноценные школы существуют и в Коржеевском, и в Анастасиевской, и в Целином, и в ряде других наших сельских поселений. И это здорово в том, что сеть учреждений, она живет, она полноценна своими традициями. И независимо, где бы ты ни находился, ты имеешь возможность получать музыкальное образование. За это вам всем огромное, огромное спасибо. Поблагодарил на торжественном мероприятии сотрудников школы искусств за их беззаветный труд и начальник управления культуры Славянского района Дмитрий Решмин. Такая большая, очень серьезная дата, она и в жизни человека, и в жизни учреждения, потому что, наверное, это возраст уже настоящей зрелости, когда человек, уже достигнув определенного положения, добившись определенных вершин, может оглянуться назад, может оценить путь своих достижений и построить новые планы на будущие года и десятилетия. За большой вклад в развитие культуры и искусства Кубани, многолетний плодотворный труд, благодарностями министра культуры Краснодарского края, главы Славянского района Романа Синеговского и начальника районного управления культуры Дмитрия Решминта были награждены лучшие сотрудники школы и ветераны отрасли. За 60 лет здесь был накоплен богатейший опыт эстетического воспитания подрастающего поколения, и этот опыт работает на авторитет школы искусств. 37 лет я уже преподаю в этой школе. Конечно, это мой дом, это моя семья, потому что многие преподаватели, вот Мина Александровна Аксенова, Владислав Сергеевич Причин, я училась, они уже преподавали. То есть свой опыт, свои знания, они нам показывали, нам давали. А теперь мы вкладываем своих детей. Да, вы правильно сказали. Многие родители, которые отучились в музыкальной школе, приводят нам своих детей, и мы их называем уже своих внук, своими внуками, потому что к ученикам мы относимся как к своим детям. Мы пытаемся им дать не только знания, но и свою любовь. Со сцены прозвучали поздравления от директоров школ искусств Славянского района. Артисты муниципалитета порадовали собравшихся своими выступлениями. Работа по воспитанию юных музыкантов будет продолжена. Мы присоединяемся ко всем пожеланиям и желаем детской школе искусств имени Григория Пономаренко новых творческих достижений. Андрей Вишневский, Дмитрий Волошин, программа «События». Спасибо.